Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию Альянса Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию Альянса 13-2 РИА Новости Юрий Абрамочкин Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе РИА Новости Юрий Абрамочкин Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Архивное фото Брюссель, 25 мая РИА Новости Обновленная стратегия НАТО получила одобрение военного комитета Следует из информационных материалов Альянса Военный комитет высший военный орган НАТО Он отвечает за консультирование основного политического органа Североатлантического совета А также группы ядерного планирования На этой неделе комитет собирался на закрытое совещание на уровне начальников штабов 23 мая, 13.07 В НАТО готовы ответить на кибератаки возможностями коллективной обороны Сообщается, что начальники штабов утвердили новую стратегию Но ее конкретные направления не раскрываются, поскольку это закрытый документ Отмечается, что стратегия направлена на адаптацию Североатлантического альянса Ко все более сложным вызовам безопасности А также на определение параметров эффективного сдерживания и обороны Процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения согласованности общих усилий При этом генсек НАТО Йенс Сталтенберг заявил ранее, что обновленная военная стратегия нужна альянсу Из-за ядерной угрозы со стороны России и новых вызовов на Востоке и Юге Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем Сказал он 9 мая, 9.59 НАТО начало ежегодные командно-штабные учения по урегулированию кризисов На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности В котором обвинили Россию в том, что она бросает вызов основанному на правилах международному порядку И проводит провокационную военную деятельность, пытаясь подорвать институт альянса и внести раскол При этом они выразили готовность к содержательному диалогу и конструктивным отношениям с Москвой Российские власти не раз отмечали, что НАТО пытается представить Россию как основную угрозу Западу Хотя никаких оснований для этого нет Что касается ядерного оружия, то, как пояснял президент Владимир Путин Российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения превентивного удара Москва теоретически может применить ядерное оружие только в ответ Однако возмездие, по словам главы государства, будет неизбежным Редактор субтитров А.Семкин